Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Миланский Интер. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну, также помогите мне добить 100 подписчиков на том канале, немножко там осталось, буду всем признателен. Ну, и также не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте, либо же на телеграм-канал, чтобы оставаться всегда на связи в случае блокировки ютуба. Ну, что ж, друзья, вот такие у нас сегодня матчи. Во-первых, это ответная игра в полуфинале Кубка Италии против Милана. Первый матч мы обыграли их с отсчетом 4-0. Дальше, вот такие две слабенькие, я бы так даже сказал, команды. Это Эмполь и Салернитана в чемпионате. И Лига чемпионов, 1-8 против Вильяреала. Тоже мы их 4-0 обыграли на первой стадии, так сказать. Ну и дальше Аталанта, вроде как бы серьезный соперник, но посмотрим. Я поменял уровень сложности во всех своих карьерах, теперь мы играем на легендарном уровне сложности. Так что сейчас против Милана мы играем первым составом. Вроде как, я надеюсь, он там готов у нас. Да, первый у нас заряжен. А у них, у Милана, уставший почему-то оливье жру. Ну, надеюсь, нам это сыграет на руку. Итак, Милан против Интера. Поехали. Итак, Миланское дерби. Полуфинал Кубка Италии. Со счетом 4-0 в первом матче выиграл Интер. Сейчас посмотрим, как будет противостоять Милан нашей команде. Ну и вот, наш путь. Вынесли Наполе, вынесли Торино. И в финале нас будет ждать либо Ювентус, либо Самбдория. Итак, начинает Милан. Поехали. Пропускать, прошу прощения. Интер мог выйти вперед, не получилось. Белораби, Белораби с мячом и это 1-0. Вот и Милан вышел вперед. Уменьшает наше преимущество, забивает Белораби. Отыграться в любом случае Мартинес. Буквально же в следующей атаке Лаутаро Мартинес забивает гол в миланском дерби. Сравнивает счет и снова разница в 4 мяча. И вот опасный момент. Лаутаро Мартинес выводит Интер вперед. 59-я минута. Пока что волевую победу вот так вот одерживает Интер на данный момент. Проигрывая 1-0 в этом матче, Интер забивает 2 подряд. И забивает при том, что Лаутаро Мартинес пытался в дальней передаче сразу найти пасом партнера в нападении. А вот здесь вот нарушение, ну это красную можно, мне кажется, давать. Да, получает ее Белораби. 88-я минута, не выдержали нервы, наверное, у игрока. И вот здесь уже просто сзади по ногам Эриксона сбивает, который даже не владел мячом. Финальный сысток, волевая победа Интера. Еще и в концовке Милан доигрывал в десятером. На 88-й минуте Белораби получил красную карточку. Ну что же, а в ответном полуфинале Ювентус с Абмдорией сыграл в ничью 3-3. Но в любом случае, до этого была победа у Ювентуса 2-1. Поэтому в финале мы сыграем против Пименто Кальчо. Итак, приходит нам сообщение от Гинтера. Спасибо, что наконец-то вернули в строй. Я чувствовал, что готов. В итоге все правильно сделали. Так ведь? Так. Ну, в принципе-то да. Рисковать выпускать тебя раньше было нельзя. Ответим ему так. Итак, сейчас у нас в чемпионате вот такая складывается ситуация. В 3 очка мы отстаем от Ювентуса. Лидерство у нас причем очень хорошее. 17 очков до 3-го места. Поэтому, ну, будем надеяться. Вот, Ювентус уже сыграл свою игру. Поэтому нам сейчас ни в коем случае нельзя проигрывать Эмполи. Нужно снова возвращать вот эту вот разницу в 3 очка до Ювентуса. И надеяться на то, что Ювентус когда-то оступится. Лозана нам написал. Сообщил, что хочет сыграть против Эмполи. Скажем, что подумаем. Но, в любом случае, Лозана выйдет на поле, потому что мы будем играть вторым составом. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Эмполи. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Сан-Сиро. Интер принимает Эмполи в рамках серии А. Чемпионат Италии. Мы начинаем. Через Видаля. Тот на другого чилийца. А вот и Сальседо. 1-0. Вы просто посмотрите, что творит это юное дарование. Ну, замечательно. Просто не зря мы вернули этого парня. Правда, вот. Не припомню. Может быть, он и в аренде. Это действительно был. Кстати, тоже не помню где. А вот так вот. Сразу же, буквально в следующей атаке. Эмполи забивает и сравнивает счет. Стракоши как будто и нет. Потому что это был первый такой момент. Зурковский нам забивает и сравнивает счет. Во второй половине сезона Демарко находит Санчеса. Тот на Сальседо. О, какой галешник. Сальседо снова выводит вперед. Интер дубль на счету этого парня. Ну, вы просто посмотрите, что творит он. Что он творит. 2-1. Снова Интер выходит вперед. Снова Сальседо забивает. Уже 11-й свой гол в серии А в этом сезоне. 13 матчей ему для этого понадобилось. И посмотрите, ну как. Понятно, тут мяч как-то вот через текстурку пролетел сквозь живот. Но ничего страшного. В любом случае гол безумно красивый. И Сальседо. Наверное, получит уж точно награду. Не знаю, как в серии А. Но в Интере обязан получать как либо самый лучший молодой игрок. Либо открытие сезона. Видит забегание Видали. И как она аккуратненько прошла эта передачка на капитана. Интера подача на Сальседо. Сальседо хэтрик. Сальседо оформляет хэтрик. Ворота Эмпали на 73-й минуте. Шикарный гол нашего нападающего. Ну просто даже шикарный матч. Не то что гол. Каждый его гол. Просто шикарная игра этого форварда. Ну вы просто посмотрите. Везде сущ этот парень. 3-1 хэтрик. Сальседо просто шикарная игра нашего нападающего. Итак, Лозанна нас благодарит. Ценит то, что мы прислушаемся к его мнению. И выпускаем его пока он в форме. Ну что же, сейчас у нас игра против Салернитаны. Если не ошибаюсь, это самая последняя команда. 20-я расстройка. И я бы посмотрел, когда игра у Ювентуса. С нами в этот день или же все-таки нет. Да, в этот же день. Но они играют как раз против Эмполи, которых мы обыграли с счетом 3-1. Поэтому вряд ли у Эмполи есть какие-то шансы. Кстати, мы забили первую команду, которая забила 100 мячей. Просто шикарная статистика. Вот как-то так. Вот как-то так. И снова выходит у меня второй состав. У Сальседо 12 забитых мячей. В топе другие немножечко игроки. Он на девятой строчке я посмотрел. Поэтому если немножечко сейчас поднажать и на Сальседо поиграть, то он может быть еще и на Сальседо лучшим бомбардиром. Поэтому посмотрим. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, вы знаете для нас игра. Интер приезжает к Салернитане. Вторая строчка играет против 20-й. Поэтому, мне кажется, победитель уже в принципе известен в этом матче. Но вдруг навяжет все-таки Сальседо борьбу. Санчес на Сальседо. Ну, ну нужно забивать. Нужно забивать Сальседо. Открывает счет против Сальседо. Сальседо. Восьмая минута. Тринадцатый гол этого парня в серии А. Супер. Через Видаля. Сальседо. Видит забегание Алексиса Санчеса. Но здесь надо забивать. Здесь надо забивать. Санчес делает этот гол. Делает этот момент. И у Сальседо гол плюс пас. Просто шикарно. Неплохо. И Сальседо нету. Нету еще одного забитого мяча сегодня. Вот быстро два. Серьезно. Два забитых мяча Интера в начале первого тайма. Все и решили. Сальседо снова сделал эту игру. Гол плюс пас на его счету. Я не знаю, там Алексей Санчес может быть тоже так сделал. Но про Сальседо я точно вот знаю. Победа. Замечательно. Ну и мы видим, что и Ювентус одержал победу над Эмполи. Итак, Комара. Я просто хотел сказать спасибо, тренер. Мне кажется, я двигаюсь в верном направлении. Вы даете мне шанс проявить себя. Продолжаю упорно работать. Что еще могу сказать? Мы ему доверяем. Работу он свою качественно выполняет. Итак, вакансии по работе со сборными. Германия и Испания интересуются мной. Но у нас сейчас ответная игра в Лиге Чемпионов на сайте 1-8 против Вильреала. Первый матч мы выиграли со счетом 4-0. Теперь вот посмотрим, как в Италии мы сыграем. Поехали. Итак, Лига Чемпионов. Ответный матч 1-8 финала. Интер против Вильреала. Начинаем. И супер. Челхан Углу. Челхан Углу забивает Лаутаро Мартинес. Буквально перед этой игрой мне сообщили, что график развития Лаутаро Мартинес в шикарном ключе движется этот парень. 89-й уже рейтинг у него. Плюс 4 апгрейда рейтинга за сезон. Просто замечательно. И вот сейчас еще забивает в Лиге Чемпионов свой очередной гол. Сейчас мы узнаем, какой. Уже 8-й гол в 5 матчах Лиги Чемпионов. Супер. Супер. Лаутаро на Эдина Джека. Вы просто посмотрите, что творит боснить сейчас. Перед самым перерывом Эдин Джека забивает, увеличивая преимущество в этом матче. Увеличивая преимущество в двухматчевом противостоянии. 6-0. В общей сумме сейчас Интер переиграет Вильреал. Ну, вы просто посмотрите. Просто шикарная атака в исполнении Эдина Джека. И шикарный парашют. Эриксен забивает и делает еще 3-0 в этом матче. И вот она, шикарная передача на Алексиса Санчеса, который только что вышел. И он, и он забивает парашютом всех. Еще раз повторюсь. Всех, наверное, научил Эдин Джека. Так забивать. И вот и Алексис Санчес. Какой-то, ну, не такой, конечно, парашют получился. Но все равно, как-то получилось мощно пробить. Под самую перекладину. Он там должен был Седжо Асенха доставать этот мяч. И мы выпускаем Сальседа. На последние, тут буквально 6 минут. При счете общем. 8-0. Почему бы и нет. А вдруг забьет этот парень в Лиге Чемпионов. 4-0. Так же, как и в первом матче, Интер переигрывает Валериал с общим счетом 8-0. Интер выходит в четвертьфинал. Ну что же, стали известны четвертьфинальные пары. Я не смотрел нашего соперника по четвертьфиналу. Пусть и для меня, и для вас это будет интригой. Но давайте сейчас посмотрим на возможного нашего соперника. Севилья, кстати, выбивает Ювентус на стадии 1-8. Поэтому против Севилья я бы хотел все-таки сыграть. ПСЖ по пенальти обыгрывает Баварию. Челси минимально проходит Вольфбург. Атлетика Мадрид по пенальти проходит Манчестер Сити. Боруся Дортмунд выносит по пенальти, если можно так сказать, Мадридский Реал. Спортинг проходит Манчестер Юнайтед. Бенфика проходит Ливерпуль по серии пенальти. Вы просто посмотрите. 2-4 матча. 4 матча из 4-8 закончились по серии пенальти. Я бы очень хотел здесь со всеми встретиться. Смотрите, Бенфика, Спортинг. Против Дорфинской Боруссии пока что бы не хотелось, наверное. Атлетика Мадрид тоже нет. Но вот Севилья еще сверху. Поэтому я бы хотел. Либо против двух португальских команд, либо против Севилья. Ну что же, последний матч на сегодняшний выпуск. Вторая строчка играет против третий. Поэтому посмотрим. Отставания хотя и шикарные, но снова. Мы видим, кстати, Ювентус потерял очки. Серьезно, надо сейчас посмотреть с кем они играли. Ювентус проиграл дома Милану. Поэтому мы просто обязаны сейчас обыгрывать Аталанту. И надеюсь, там все-таки по разнице мячей. У нас 74. У Ювентуса в два раза практически меньше. Мы должны обходить Ювентус. Поэтому просто нужно сейчас обыграть Аталанту. И все будет супер. Итак, первым составом мы выходим. Состав Аталанты на ваших экранах. Поехали. Ну что же, важный матч. Мне кажется, даже более важный, нежели чем ответная игра была против Велериала в Лиге Чемпионов. Интер Аталанта. Если сегодня Интер обыгрывает Аталанту, набирает 76 очков и сравнивается с Ювентусом по очкам. Первая строчка будет разделена между двумя командами. Джеко. Ну и сразу же вперед. Естественно, на Берарди. Берарди набирает ход. Берарди! Лаутаро! Как можно было сейчас не забить? Что за ужас был сейчас возле ворот Аталанты? Просто аккуратная передача. Просто замкни ее. Лаутаро, может быть, с этой попытки? Нет, здесь уже и Муса отбивает. Неплохо. Эриксен набирает ход. Эриксен. Подача на дальнюю. Джеко! Джеко забивает. 43-я минута. Эдин Джеко выводит Интер вперед в очень важном матче за первое место. Вымучили мы эту победу. Минимальная победа над Аталантой. Мы сравниваемся по очкам с Ювентусом. Ну и сейчас мне просто интересно посмотреть на XG. Там на кучу мячей мы наигрывали как Аталанта, так и мы. Итак, внимание, мы на 3,5. Ну, Аталант, кстати, на 1. Но удары у них все-таки, мне кажется, там были опасные. Ну что же, по очкам, кстати, я не знаю почему. Но по очкам мы сравниваемся. Но на первом месте все равно Ювентус, прошу прощения. Наверное, из-за того, что очная встреча. Когда у нас там была-то в последний раз? Смотрите. Ищем мы по календарю. Если смотреть по очным встречам. Мы проиграли в чемпионате 2-1 Ювентусу. Так, ну это уже Суперкубок пошел. Значит, очная игра у нас будет. Нам надо просто обыграть Ювентус в очной игре. Я правильно понимаю? А мне раньше почему-то казалось, что у нас была уже игра против Ювентуса. Да, я посмотрел. Игра у нас будет против Ювентуса в следующем выпуске. Поэтому просто надо собирать все силы в кулак и стараться обыгрывать Ювентус. Итак, сборная Португалии. Хоть, что мы стали главным тренером, мы отклоняем. Итак, Пьедро Джордана хочет завершить свой контракт. Пьедро Джордана. Да пусть завершает. Он, в принципе, не тянет. Или все-таки стоит. Ладно, раз он уже начал, в принципе, психовать, давайте мы его заберем. Вот. Ну, я не знаю, что с ним будем делать. Итак, Джордана говорит, что просто мечтал об этом. Ну, а мы так, хладнокровненько скажем, ты хорошо сыграл. Ну что ж, друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол Эта Жизнь. До новых встреч, друзья. До новых встреч, друзья. Продолжение следует...